Всем бодрое и позитивное настроение! У микрофона, как всегда, я Дилан Гейм, и я предлагаю посмотреть новенькое видео по игровому симулятору ProtonBus Simulator. Дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые подписчики, радует нас ProtonBus Simulator, продолжает радовать выходом новых модов, но LAS это уже не такой уж новенький мод, но он обновился, и теперь моделька стала значительно лучше, интереснее, естественно, со всеми обновлениями я вас познакомлю. У нас на обзоре теперь более старая версия автобуса LAS 1990 года выпуска, у нас еще использовано отдельный вход для водителя на рабочее место, потому что в более поздних версиях уже водитель на свое рабочее место попадал через общую дверь вместе с пассажирами. Сейчас попробуем, естественно, ее открыть. Детализация у автобуса очень даже неплохая, очень классная в окрасочке города Арзамас. Не знаю, остался ли LAS этот в Арзамасе, потому что, знаю, LAS уже, по-моему, все списали, их там нету, и бегал вот такой вот LAS в такой вот радужной, прикольной, классной окраске. Но надеюсь, что с LAS все хорошо, и он также продолжает бегать по местным маршрутам. Окраска тоже классная, такая видно, что потрепанная имеется у нас элементы коррозии, элементы ржавчины. К сожалению, работа двигателя не анимирована, ну, в силу возможности данный симулятор не позволяет, скорее всего, этого сделать, а, возможно, разработчики еще не дошли до этого момента, как это все реализовать. Что же здесь, ребят, еще изменилось, что стало лучше в этом автобусе? Это его ширмовые двери. Помните, он показывал, что ширмовые двери на предыдущих версиях LAS открывались не очень. Теперь, ребята, вуаля, ширмовые двери работают как положено, как надо, и это очень и очень приятно. Вот этого действительно очень не хватало. Теперь этот мод стал действительно полноценным. Из элементов тюнинга у нас здесь имеются еще дополнительные вот фальш-решетки радиатора, которые мы можем нацепить на переднюю маску. Но, по-моему, в LAS, который был из Арзамаса, у него таких опций не было. Также здесь открываются вот багажные отсеки. Кстати, в LAS они тоже довольно-таки очень вместительные, несмотря на то, что это пригородная модификация. Хотя эти LAS бегали также и по городским маршрутам. Давайте багажные отсеки закроем и перейдем в салон вот этого нашего замечательного автобуса. И здесь мы тоже видим стандартный лазовский салон, но главное его отличие говорит о том, что это старый. Здесь вот поручни на сиденьях, они все вот такого белого цвета. То есть уже когда LAS проходили какой-то капитальный ремонт и более поздние выпуски, они все имели желтые поручни. Здесь у нас белые. Давайте попробуем включить свет в салоне. Вуаля, тоже без всяких нареканий все это работает. И естественно по нему мы прогуляемся. Места для крутых парней. Все, кто знает в LAS вот эта печка. То есть ее надо открыть, в моторном отсеке еще передвинуть рычаг. И тогда теплый воздух поступает в салон. И здесь на последнем ряду, конечно же, у вас будет Ташкент. Да и в целом LAS довольно-таки теплые эти автобусы были. Ну и здесь вот для более удобного входа пассажиров, вот передние сидения, они устанавливались вот таким вот образом. Здесь такая вот большая площадка образовывалась. Я помню, когда вообще автобус забивался под завязку. Мне вот здесь вот приходилось стоять. Но тоже место было кайфовое в плане того, что вы можете стать рядышком с водителем и наблюдать за его работой. Но зачастую здесь тоже имеется шторка. Водители вообще наглухо так занавешивались, чтобы их никто не доставал бы. Так, здесь я не могу увеличить, но могу приблизиться. Имеется шильдик, львовский автобусный завод, двигатель 508 Зиловский. То есть все как положено. Что ж, ребят, приглашаю всех на борт. Усаживаемся поудобнее. Закрываем двери. Поставил я автоматическую коробку передачи. Механика, ребят, работает. Тоже очень круто работает. Переключается передача, кочерга двигается. В автоматической версии, я смотрю, даже нет кочерги. То есть продумано, сделано круто, сделано очень классно. Это мне нравится. Но лазов с автоматами не было. Хотя в планах у львовского автобусного завода было это все реализовать. Но почему-то не на лазы начали ставить, а сделали новый автобус ЛАЗ-677. И автоматическая коробка передачи ушла туда. Снимаемся с ручника. Включаем режим драйв. И потихонечку выдвигаемся по нашему сегодняшнему маршруту. Индикаторы поворотников. Ручного тормоза, тормозной системы работают. Ребят, поменял я придаточные числа немножко в коробке. Потому что лаз этот ненормально ехал. Ненормально в плане того, что он очень шустро разгонялся. То есть, ну, не его эта динамика. Он сейчас и то быстро разгоняется. Но я поменял немножко придаточные числа. И стало немножко получше. А то как-то нереально там за 3 секунды до 60 км в час разгоняться. Теперь лазик так более-менее, более спокойно разгоняется. Увеличил я также интервал между переключениями передач. Там, по-моему, полсекунды сделал полторы. Хотя можно было целых две поставить. Потому что в лазах порой, ну, была проблемка словить нащупать передачу. И я помню зачастую... Так, тут машин, трафик, конечно, неадекватно себя тут ведет. Наверное, сейчас через нас поедут. Я помню зачастую у водителей даже было на торпеде сделана проволока такая стояла. Чтобы пятая передача бы не вылетала бы. Такой, как крючок. То есть, они включали пятую передачу, зацепляли этим крючком. Чтобы передача не вылетала бы таким вот образом ехать. Первая остановка. Первые наши пассажиры. Вообще очень круто. Я считаю, эта карта, ну, просто идеально подходит для этого автобуса. Ну, согласитесь, атмосферно смотрится на фоне монастырей. Вот действительно, как все в городе Арзамас у нас выглядит. Таким вот образом. Так, оптика. Все круто, все у нас работает. Противотуманки нижние, по-моему, не включаются. Что-то кнопкой нажал, двери какие-то закрылись. Что-то я натворил. Надеюсь, все нормально будет у нас работать. Поворотники тоже работают. Автоматически они отключаются. Что тоже весьма очень и очень приятно. Подсветка приборов, как видите, тоже работает. Сейчас попробуем с вами испортить погоду. Динамика разгона, кстати, очень приятная такая. Вот действительно, лазовская. Я помню, что лазы до 40 км в час они бодренько набирали. Потом до 60. И 60 это уже такая, знаете, крейсерская скорость была. Уже дальше, в принципе, водители моторы не насиловали. В принципе, это, читаю, самая такая адекватная скорость. Так, здесь, наверное, конечная какая-то будет. Не будем останавливаться. Вот дальше там, смотрю, пассажиры есть. Адекватная скорость, при которой автобус там употребляет адекватное количество бензина. То есть исправно работающий двигатель вполне позволяет вложиться примерно где-то в 35 литров. В 32-35. Там заводские нормы были такие. Посадка. Посадка тоже весьма приятна стала. Осуществляется в обе двери. То есть посадка сейчас происходит вообще в протенбас-симуляторе очень-очень быстро. Бывает, бывает, пассажиры ловят тупника. Ну, не знаю, вот сейчас на лазике едем. Вообще спокойно, никто не затупил. Все заходят, все в салоне занимают пассажирские места. Вот это круто. Ну и оплетку такую. Как оплетку? Текстурку оплетки я нанес на руль. Потому что зачастую водители улучшали, колхозили эти автобусы. Но у нас здесь такая стоковая версия без лютого колхоза. Есть у меня обзоры и на версию с колхозиком таким нормальным, где все занавешено на лобовом стекле. Но стоковая версия тоже неплоха. Честно, несколько в импеллот бы повесил. Предостаточно было, чем там что-то мудрить, перемудривать, переколхоживать автобус. Ну, перенагружать вот этим вот всем тоже как-то не очень. Притопить можно. Максимальная скорость 86 км в час. Но этот автобус, как и в Омсе, он сотку спокойно валит. На прямых участках я разгонялся. Именно когда еще в коробке придаточные числа не поменял. Так он валит там вообще нормально. Остановка есть, пассажиров нет. Но дверьки откроем и давайте, наверное, мы с вами испортим погоду. Пускай у нас пойдет дождь. Ну вот, ребята, дождик пошел. Сейчас, наверное, пассажиры будут с зонтиками ходить. Включим дворник на лобовом стекле. Очищает, но очень маленькое пространство на лобовом стекле. Хотя обзору ничего не мешает. Вот вообще дождливая погода, как капли дождя. Текстурки воды реализованы в ProtonBus симуляторе. Мне это очень нравится. Очень так реалистично смотрится. Обзоры по зеркалам есть. Но, ребят, правое зеркало заднего вида стойкой мешает. Вообще никак я не могу посмотреть, что там у меня происходит. Немножко угол обзора можно было поменять. Но, в принципе, это посадку можно изменить. И все будет по-нормальному. А то стандартная посадка, ну, уж очень близко к рулю сидишь. Машина здесь вылетает, как ненормальная. Сейчас я проскочу. Светофоры, по-моему, здесь где-то есть. Но они не работают. Конечно, хотелось бы, чтобы побольше появилось батичных карт. Очень не хватает их в ProtonBus симуляторе. Есть всего лишь пару карт. Это по NairCity. Вот и Гастомысл на данный момент. Ну, и там на фоне подмески очень много вариантов версии сделано. Но это не то, ребят. Это уже не то. Хочется чего-то нашенького, такого родного. Возможно, даже, чтобы из ОМСи какие-то карты перекочевали бы. Вот в ProtonBus симулятор. Слушайте, а пассажиры чего-то здесь без зонтиков у нас. Приятно иметь в руках адекватный мод, адекватную модельку. Вообще круто. Учитывая то, что было и то, что стало. Это просто день и ночь. Все-таки с коробкой, наверное, немножко здесь с придаточными числами покопаться. Потому что, ну, хочется, чтобы еще помедленнее разгонялся бы этот лаз. Так, там коллега слышит тормоза, притормозил так дико. Потому что я уже в наглую выезжал. Ну, вообще меня никак не пропускает. Хотя, вот, водитель автобусов. Ну, если ты не конкуренты, наверное. Ну, по крайней мере, у нас в городе конкуренции никакой нету. Вот, всегда уступают друг другу дорогу. То есть, если видишь, что коллега едет там с остановки, выезжает. Чуть-чуть притормозит. То есть, поток даже сзади машины притормозит. Выезжает. Потому что по правилам это так положено. И даешь, ну, дорогу своему коллегу. Так, здесь сквозь нас уже едет техника. Но это нормально. Это протон-бас-симулятор. Звуки двигателя, в целом, довольно-таки тоже очень неплохие. То есть, сами в салоне могли слышать. Звучит довольно-таки очень круто, очень классно. А, ну и в коробке здесь еще была прописана шестая передача. Я ее убрал. Оставил пятиступенчатую коробку. То есть, как положено, в реальной жизни здесь пятиступка была. Спидометр, по-моему, немножко врет. 57 мы едем, а у нас уже скорость за 60. Это даже чувствуется, что немножко спидометр показывает неправильную скорость. Здесь даже прикольно. Можно самому створки дверей закрывать. Зачастую это тоже было реализовано. Ну, не реализовано. Это уже по ходу эксплуатации. То есть, получалось, еще водитель с остановки уезжал. Но в протон-бас-симуляторе это не получится. Потому что с открытыми дверями вы не уедете. То есть, одна створка. И потом потихоньку вторая закрывалась. Вот автобус может только таким образом ехать. То есть, здесь нельзя, как в Омсе. Хотя можно, я думаю, в настройках покопаться. Это все отключить, чтобы ехать с открытыми дверями. Фу-тэ, еще у нас и гроза. Гром появился. А у нас, кстати, по-моему, еще толком грома и грозы не было. Но лето уже наступает. Уже довольно-таки тепло. Уютно на улице. Даже местами жарко. Но купаться пока как-то народ не едет. Но начало лета. Еще водичка прогреется. Вот, светофоры есть, ребят. Но они, к сожалению, не функционируют. Что-то, мне кажется, навигатор куда-то везет меня не туда. Такое ощущение... Да, автобус в текстуры уходит. Слушайте. Но такого быть тоже не может, что маршрут здесь заканчивается. Видимо, что-то неправильно показывает навигатор. Зря ему поверил. Но мы развернемся с вами. Я уже по памяти помню, потому что по гастомыслу я катался. Что, сейчас развернемся. А эти самоубийцы дальше едут. Я здесь не помню. Здесь, по-моему, сейчас направо надо будет повернуть. В принципе, когда с территории автопарка едешь, корректно работает навигатор. Тут-то как-то в обратном направлении едешь не очень. Попробуем здесь повернуть. Здесь тоже заканчивается у нас карта. Ну и нам ничего не остается, как повернуть, сделать разворот. Вот, ребята, и доверяй после этого всего навигатором. Мне кажется, я зря сюда приехал на этот перекресток. Надо было вот на том перекрестке поворачивать, где светофоры были. Кажется, гастомыслу, вот, уже и заблудиться можно. Ну, куда-нибудь точно-то приедем. Ну, здесь остановка, люди есть. Уже неплохо. Так что, очень крутой, классный мод, ребята. Напоминаю, что вы можете кататься как на ПК-версии, так и на Андроид-версии. Моды, карты, все это идентично, все это подходит. Лишь только есть проблема, что не везде это запускается. У меня, я помню, что гастомысл и по на Як-Сити почему-то на старых версиях запускались, на старой версии игры. На новой, к сожалению, как-то, ну, не знаю. Вот на телефон устанавливаешь, и новую карту я запустить не могу. Так что-то мы тут уже такое ощущение, как будто кругами петляем. Но я думаю, что куда-нибудь точно приедем. По-моему, и в Омсе на этой карте тоже был всего лишь один маршрут. Да, эта карта позаимствована с Омсе. Автор Сережка Куканов этой карты. На следующий перекрестки налево попробуем повернуть. У нас, по-моему, кстати, амперметр работает. Да, кстати, показывает зарядку. Довольно-таки очень неплохая. Так, в основном, все остальные датчики молчат. По-моему, в предыдущей версии ЛАЗа, там как раз-таки, вот, манометр, он выполнял функцию тахометра, там, чем больше газа, тем больше давления, тем больше вот эти обороты показывал. Здесь эта стрелка, она молчит. Ну, амперметр, смотрю, работает. Наверное, у нас сегодня получится не маршрут такой, не рейс даже, а обзорная поездка по карте Гастамысла. Вон телефонная будка. Мне, кстати, второй дворник можно включить или нет? Сейчас попробуем. Да, он только, наверное, на клавиатуре просто клавишу не нашел, а так, в принципе, можно, чтобы пассажирам хоть дорога была бы видна, а то я такой, знаете, единоличник для себя только все включил. Звуки открытия, закрытия двери просто идеальные. Лучше и не сделаешь. Главное все, навигатор больше никаких пересечений по маршруту не показывает. Ну, вот, кстати, тут, по-моему, мне кажется, будет конечная остановка, ребят. Вот сюда надо поворачивать. Вот тут что-то с домами. Да, вот много автобусов стоит. Вот этот вот монастырь, в принципе, он как маяк. На него можно вот держать ориентир. И мы с вами прибываем на конечную остановку. По-моему, где-то здесь пассажиры должны пучковаться. Да, 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 с правой стороны. Вот. Нашли мы правильную дорогу, правильную траекторию. Вот. Вот такой, ребят, рейс у нас получился. Вот такой вот классный лагерь. Так, дверь надо открыть. Ну, здесь на конечный, наоборот, пассажиры еще добавляется. Их больше в салон заходит. Вот. Вот такой рейс, ребята, вышел у нас. Огромнейшее спасибо вам за просмотр. Не забывайте проявлять свою активность. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. А у нас на обзоре было УАЗ-695Н. Вот такая вот обновленная версия. Огромное спасибо, что уделили внимание. Всем спасибо. Всем пока. И до скорых встреч.